Подводят итоги прошлого сезона и делают ставки на Новый год. Руководители сельхозорганизации деревни Лабожская, СПК «Родина» и муниципального предприятия «Великовисочный животноводческий комплекс» рассказали о планах на 2017 год. Как говорят аграрии, год будет нелегким. Придется приложить немало усилий, чтобы остаться на плаву. Ввод в эксплуатацию нового корабля, планы на обновление судового парка, стабильный улов. Такую характеристику дает руководитель СПК «Родина» работе предприятия в 2016 году. На участке Лабожская трудится 8 человек, в зимнее время – 3. Ловят ряпушку, сега, щуку, сорогу и прочую серую рыбу, которая теперь недоступна местному населению. Чаяние рыбаков-любителей Василий Безумов прекрасно понимает. Любой рыбак автоматом становится браконьером, если он не индивидуальный предприниматель. А сами понимаете, что индивидуальный предприниматель каждый не сможет. Допустим, есть и люди пожилого возраста, которые просто не в силах документацию вести и прочее. Поэтому закон необходим о любительском рыболовстве. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении, после чего его рассмотрение затянулось. Одна из причин – недовольство населения. Сегодня в России около 15 миллионов рыбаков-любителей. Это одна десятая населения страны. Естественно, рыбаки возмутились предложением узаконить платную рыбную ловлю. Проект закона вызвал в обществе большой резонанс. По словам Василия Безумова, в закон необходимо включить и региональные особенности рыбалки. Природные условия везде разные. А пока нет закона, у жителей округа есть возможность ловить рыбу через сельхозкооперативы. То есть, его принимают на работу, он производит, ставит орудия лова, вылавливает и договаривается. Либо он сдаёт в хозяйство, если его устраивает цена. Если у него не устраивает цена, он реализует эту рыбу сам. Муниципальному предприятию Великовисочный животноводческий комплекс, в отличие от СПК, оставаться на плаву мешает не отсутствие федерального закона. После снижения субсидий на реализованную продукцию и отмены сельских тарифов на электроэнергию, молочники неуверенно смотрят в будущее. Если раньше киловатт энергии стоил 13 рублей, с нового года приходится платить 38. Со второго полугодия стоимость тарифа дойдёт до 44 рублей. Только за январь пришёл счёт на полтора миллиона рублей. Это больше 60% от суммы прибыли. По словам руководителя предприятия, за четыре года ферма ещё не испытывала таких трудностей. «Первый год мы существовали за то, что нам возмещали убытки, покрывали нам убытки за счёт районного бюджета. Потом ввели субсидии, за счёт субсидии мы тоже неплохо жили». Среднегодовое поголовье на ферме насчитывает 200 голов, из которых 77 – дойное стадо. Руководитель планирует увеличить поголовье для большей прибыли. Её направят на ремонт техники, обновление тракторного парка. Но хватит ли на это средств, в Великовисочном животноводческом комплексе не уверены.